Гоняюсь! Государственный флаг Российской Федерации, флаги Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Геленджик Смирно! Равнение на право! Удача! Тем более старшего поколения правильно прививать и воспитывать нашу уважаемую молодежь. И проводить эту работу не только в течение месяца, а проводить ее круглогодично, постоянно. Меня зовут Михаил Иванович, являюсь заместителем атамана Геленджикского РКО. Нахожусь в настоящий момент в чене старшего вахместера кубанского казачьего власти. Как всегда на уровне. В этом году уровень был поднят, но на самом деле, так как массовость, я думаю, здесь присутствовала, наблюдали. Достаточно большое количество и жителей города, и, соответственно, гостей присутствовало. Что немаловажно, были представлены как трудовые коллективы, так и, соответственно, школы города. То есть, естественно, в рамках начала месячника обороны массовой работы, патриотической работы, работа с молодежью является основополагающей. В большом счете это. Молодежь, молодежь, еще раз молодежь в рамках знаний о нашем прошлом. Молодое поколение является нашим будущим. А, естественно, без прошлого не может быть будущего. Помимо этого, мы должны так или иначе поддерживать все те добрые качества по достаточному поколению, которые говорят о любви к нашей великой Родине. По поводу вот ребят, которые выступали, показывали номера. Они ребята откуда сами? Сами ребята обучаются в школе-интернате имени академика Щетинина. Это типорс. Соответственно, как вы можете наблюдать, действительно, их выучка, боевая подготовка, в частности, на действительно высоте, конечно же. То есть ребята, проживая в данном интернате, занимаются не только науками общего характера, конечно же, но и, соответственно, подготовкой боевой, рукобачным боем, соответственно, единоборством. И сейчас мы могли наблюдать компиляцию тех или иных приемов, соответственно, которые помогают выжить боевую обстановку. Мы здесь построили небольшую выставку двухуровневого характера, закруглив прошлое и настоящее. Здесь расположены предметы справы, вооружений казаков, в частности, казачьих частей и Великой Отечественной войны. Здесь присутствуют остатки, естественно, же карабина Мосина. Ну и, естественно, в рамках норматива, конечно же, старый, добрый, автомат калашников. Раньше говорили, мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасных путях. Самое основное, наверное, пожелание – мирного неба на нового. В 41-м памятном году на перронах плакали солдатки, а с мужьями вместе на войну уезжали звонкие трехрядки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова